Почти 50 тысяч погибших. В такой цифре приближается статистика по погибшим солдатам российской армии с 24 февраля 2022 года, вот по день сегодняшний. Поток похоронок на местах скрывать уже не удается. Новых солдат военкомам приходится буквально ловить на улицах. В Санкт-Петербурге вербовать контрактников уже начали в ночележках для бездомных. О потерях в рядах российской армии и путях их восполнения далее в нашем материале. Сообщение нанесения точечных ударов оппозициям российских оккупационных войск в последнее время от украинского командования поступает все чаще. По данным Министерства обороны Украины, только за последнюю неделю погибли 3 тысячи российских военных. Мы в целом считаем, что учитывая определенные наблюдения, потери России составляют более 80 тысяч его вооруженных сил, если считать вместе убитых, раненых и дезертиров. Это 80 тысяч за 6 месяцев в противовес 15 тысячам за 10 лет в Афганистане. Эту тенденцию отмечают и кремлевские пропагандисты, но некоторых публикаций сразу удаляет Роскомнадзор. Одну из таких успела зафиксировать издание «Инсайдер». Мы уже воюем плохо подготовленными или вообще не подготовленными людьми, типа донецких и луганских мобилизированных, и всякого рода добровольцами, которых толком никто не обучает работе с тяжелым вооружением. Мы уже воюем больными, возрастными, выздоравливающими, ранеными, кем угодно, кого на улице поймают. Андрей Морозов, московский блогер из публикации в LiveJournal. Как доказательство этому, в соцсетях регулярно появляются видеомобилизации в самоназванных ЛНР и ДНР. Увеличить на 100 тысяч российскую армию с января 2023 года такой указ уже подписал лидер Кремля. За счет чего в документе не говорится. Уже сейчас наемников пытаются вербовать из числа заключенных российских колоний и СИЗО. Листовки стали раздавать и в ночлежках Санкт-Петербурга, сообщает издание «Ротонда». В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили. Там пояснили, что главная цель – донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно. Там, правда, подчеркнули, что это личная инициатива чиновников. Такого распоряжения руководство района не давало. Из сообщения издание «Ротонда». Гибнут в Украине не только такие неподготовленные мобилизованные и контрактники. Все чаще появляются подтвержденные российской стороной сообщения о гибели офицеров и кадровых военных. Уменьшается эффективность управления. То есть их высший офицерский состав – это генералы – вынуждены приближаться к линии столкновения, где они благодаря действиям нашей разведки, а потом ударных средств гибнут. То есть в последних войнах локальных не было такого у россиян. Например, последние потери такие высшего состава генеральского были только во время Второй мировой войны. На основании открытых источников на 2 сентября BBC удалось установить имена более 6020 российских военных, погибших на войне в Украине. Каждый пятый – это офицер, среди них 4 генерала и 35 полковников. Ежедневно украинские военные уничтожают и технику противника. Утром 3 сентября на территории Донецкой области сбили российский ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Украинская армия результативно работает и на южном направлении. Метко уничтожены тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», пять гаубиц «Мста-Б», самоходная гаубица «Акация», две самоходные установки, три мобильных миномёта. Только за последние три дня украинские войска повредили и уничтожили российскую технику. Это вертолёты, танки, артиллерийские установки, боевые машины пехоты на сумму более 28 миллионов долларов. Наталья Гусук, Владимир Штунгелов для телеканала «Фридом». Сейчас с нами на связи Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. На продолжение темы, 3 сентября в своей традиционной вечерней сводке Генеральный штаб вооружённых сил Украины написали там о том, что есть разнарядка для российских железных дорог, теперь также компания государственная, напоминаю нашим зрителям, разнарядка на поиск среди гражданских работников, ещё раз уточню, именно гражданских, около 10 тысяч новых кандидатов на получение АК-47 и отправку на территорию Украины воевать за идеи Владимира Путина. Это один и также один из мазков вот этой огромной картины под названием «Провал российской армии за 20 слишком лет правления Владимира Путина». Но не об этом. Сейчас эта тема чуть позже будет звучать в нашем эфире, о том, как разваливалась российская армия. А сейчас о том, о профессионализме подобных людей. Часто мы с вами в эфире также говорили о том, что для российской армии не важна пехота, ей важна техника, ей важны количество баллистических ракет на вооружении и многое другое. Но тут уже приближается цифра к 50 тысячам погибших. Не военные, то есть там условно 300-е, не погибшие. Их, если не ошибаюсь, должно быть, ну, как минимум в два раза больше. Ну, это давайте так, по средним оценкам, 130-140 тысяч представителей вооруженных сил Российской Федерации, которые уже не смогут взять автомат в руки или сесть там где-то в артиллерии и поработать по позиции вооруженных сил Украины. Каким-то образом на продвижение российских войск на территории Украины и оккупационные планы влияет ли это и замещение профессионалов, условных работников РЖД, влияет ли каким-то образом на само продвижение российских войск? Ну, когда вспоминают о том, что Путин подписал указ о увеличении численности армии России в следующем году, надо понимать, что это имеется в виду не о численности реального личного состава, а о численности клеточек, то есть вакансий в невооруженных силах на 100 тысяч, более чем на 100 тысяч. Но на самом деле сейчас украинская армия так хорошо подчистила Росармию, что этих клеточек и без того у них достаточно свободных, и кем их замещать там фактически у них нет ответа, потому что всеобщую мобилизацию объявлять в России не хотят, потому что в феврале еще Путин, лично лидер российской нации, фюрер, сказал, что они справятся с Украиной штатными подразделениями, поэтому объявление мобилизации это будет... Ну, фюрер соврал, это будет нехорошо. Поэтому вот и осуществляются попытки таких мобилизационных мероприятий, псевдо-мобилизационных мероприятий, поиском кандидатов этого же мяса среди маргинальных слоев населения, среди депрессивных регионов, сокращение сроков контрактов на несколько месяцев с оплатой, возможно, после. Тащат, в общем, в армию правовую не попадет. И в результате общий уровень боевой подготовки, общий уровень подготовки личного состава, конечно, снижается. Настоящего бойца, я не говорю про офицера или сержанта... Тут главное как раз заметить, есть офицерский состав, есть состав руководителей, которые, да, могут говорить о тактике, о стратегии, которые могут проводить как раз определенные операции. Мы должны говорить о том, что в российской армии есть профессионалы. Ну, не зря тратились миллионы-миллионов долларов на подготовку офицерского состава в том числе. Хотя, чуть позже об этом также скажем, там, погибло не менее девяти сотен вот этих элитных войск как раз за полгода полномасштабной агрессии. Но не об этом. Ну, то есть, есть условные мобилизированные псевдо из так называемой группировки ЛНР, бывшие металлурги, например, из Золчевска, бывшие учителя, но ими руководят офицеры, что важно, скажем так. И тут как раз меняется ли что-то, есть ли разница, кто в руках, скажем так, у офицера. Бывший металлург, либо хорошо подготовленный боец при хорошем офицере. Ну, надо говорить про мобиков не только из ДДНР, ЛНР, из ХНР или каких-то МНР. Собственно говоря, мобиков они собирают из российских регионов, но это просто не мобилизованные, а люди по так называемым кратковременным контрактам и попадают там вооруженные силы часто уголовники. Ну, буквально недавно была информация там, чел, приговоренный к 15 годам за убийство. На самом деле, был отправлен на войну с Украиной, но где получил свое, собственно говоря. Так ему и надо. И уровень вот этого контингента, он, естественно, безусловно, очень низкий. Тем более, чтобы с целью ускорить поступление резервов, в ней проводятся... Опять же, подразделения переформируются и реформируются. Это от трех до шести месяцев необходимо на боевое слаживание всех подразделений от отделения до бригады. На самом деле, этот процесс экспромт, экстерном сдается. И уровень таких подразделений, естественно, очень низкий. Ну, и с вами соглашусь, есть и подразделения, остаются элитных войск, которые мы сильно подчистили, безусловно. Это морская пехота, это десантники, это спецназ. Которые, да, которые используются сейчас, как обычная пехота на самых ответственных участках, заменяют поход пехоту. Это не их профиль. На самом деле, то, что там 810-я или 155-я бригады морской пехоты половина была положена под Мариуполем, сейчас, может, под Херсоном, это не только стратегические, оперативно-тактические прощелки россиян, это еще свидетельство того, что вследствие того, что эти подразделения воюют там, на берегу, никаких морских десантов, серьезных, настоящих оперативно-стратегического уровня, россияне уже провести не смогут. Это люди, которые были научены для штурма не оборудованного побережья. Других таких спецов у них нет. То же самое касается и в воздушно-десантных войсках Российской Федерации. Так что утилизация и мобиков, и утилизация российских спецов, это оба процесса положительные, которые идут в общую копилочку. Я, Аня, извини, добавлю, мобики, так называемые, это не всегда люди, которые хотят брать оружие в руки среди жителей Луганской области, временно неподконтрольные, давайте так. Это украинские граждане в основном, в большинстве своем, скажу так. И хотелось бы, чтобы получилось так, благодаря вооруженным силам Украины, чтобы самого этого слова «мобики» попросту не существовало для нас. Но здесь, да, если вы говорите о таком уровне подготовки офицеров, если мы констатируем этот факт, то что говорите о так называемых добровольцах? Это мобики, это либо вот те добровольцы, якобы добровольцы, которые идут сейчас от Российской Федерации. Ну и, по сути, сейчас самая быстрораструщая категория потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют именно добровольцами. По данным из открытых источников, чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет и из регионов с невысокой средней зарплатой. Перед отправкой на фронт отряды этих так называемых добровольцев проходят лишь от трех до семи дней подготовки. При этом именно эти соединения сейчас являются одной из главных штурмовых сил России на фронте. Тут тогда о судьбе вот этих так называемых добровольцев вопрос с таким уровнем подготовки. Ну, надо говорить не только о добровольцах. Мы говорим сейчас о российской армии непосредственно, но в войне с Украиной берут участие, Ваш коллеги вспомнил, и подразделения так называемые ЛНР-Денвер, и подразделения парамилитарные, я бы сказал, это различные Вагнер, Лига и прочие. По большому счету до войны с Украиной вагнеровские подразделения на самом деле были более подготовлены в целом, чем подразделения вооруженных сил Российской Федерации официально на самом деле. Ну, сейчас даже эти парамилитарные формирования комплектуются чем попало. Сам Пригожин лично вербует личный состав в колониях и зонах по всей Российской Федерации. Ну, какой набор, в общем, такой результат. Возвращалась информация вчера Рамзан Кадыров, глава Чечни, если так можно сказать, что он глава. Он взбудоражил сеть своим заявлением о том, что, ну, если можно так интерпретировать, устал он от управления этим регионом Российской Федерации. Появились интерпретации того, что же дальше может сделать Рамзан Ахматович, куда он может пойти, что он может делать. Рамзан Кадыров якобы может перейти на руководящий пост в Росгвардию. Ведь господин Золотов, нынешний управляющий, ну, он, скажем так, себя показал не совсем достойно. Об этом писали в том числе издание «Верстка». «Медуза» писала в комментарии «Медузе». Об этом говорил человек, который якобы приближен к администрации президента Российской Федерации. Был провал гвардейцев Золотова. Исходя из этого, якобы в Росгвардии нужна сильная чеченская рука Рамзана Кадырова. Как вы считаете, в случае вот такой рокировки, в том числе в составе Росгвардии, будет ли меняться подход в Российской Федерации в отношении той же мобилизации? Будет ли меняться подход в том числе по нивелированию количества потерь, которые будут повышаться, скажем так? Ну, я сомневаюсь, что, опять же, путинские решения часто непредсказуемые. Но мне кажется, по тем действиям Путина, которые он сейчас еще счисляет, ни Золотова, ни Шойгу, ни Герасимова с должностей снимать сейчас не будут. Ну, по крайней мере, пока мы не возьмем Херсун, так скажем. Что касается доукомплектования горячих точек Кадырова, ну, собственно говоря, это вполне возможно. С одной стороны, Путин боится усиления Кадырова в Чечне, когда тот уже требует от него средства ПВО для своей отдельной почти страны. И он уже, ну, россияне сами видят, что Чечня живет за счет Дани с покоренной Россией. Вот, с другой стороны, в России боятся Чеченов и назначение, возможное назначение Кадырова, ну, и, соответственно, шлейф за ним, чеченизации Росгвардии, это такой вариант, когда в России... В Росгвардии это невооруженные силы, основной ее контингент, это сами россияне, которых надо держать в стойле. И вот, похоже, что для удержания россиян в стойле от протестного противопотенциала и их сдерживания хотят, как вариант, попробовать кадыризацию, так скажем, или чеченизацию, я бы скорее сказал кадыризацию. Чечены, на самом деле, есть очень мужественные, смелые, свободолюбивые люди, кадыризские, волчата, беспредельщики. Павел, говорим огромное вам спасибо. Напомню, что Павел Лакичук, руководитель военных программ Центра глобалистики и стратегии 21, был с вами на связи. Но также в Украинском Совете национальной безопасности и оборону Украины говорили о том, что сейчас происходит такая война между господином Золотовым, это командующей Росгвардии, и между господином Шейгу, это министр обороны Российской Федерации. Якобы говорят, что разгорелась настоящая война, в том числе, что вот эти генералы, они воюют за статус нового фаворита для российского лидера Владимира Путина. Насколько успешна вот эта борьба будет, и кто же станет главным фаворитом Владимира Владимировича, ну, я думаю, можно будет уже вскоре узнать, исходя из изменений на вот этой шахматной доске под названием «Чиновники Российской Федерации». Слушай, пока вот эти идут все, вся вот эта борьба и противостояние, все-таки хотелось бы обратить внимание на те цифры, на те потери, которые сейчас есть у российской армии, пока покипаны чуглятся. Общее количество потерь среди военнослужащих российской армии за полгода войны в Украине, включая погибших и раненых, может составлять порядка 150 тысяч человек. Такую цифру в эфире нашего телеканала озвучил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, с каждым днем потери оккупационных войск растут. Почему на это не реагируют в Кремле? Давайте услышим мнение главы Луганской области. Даже если они бы погибли там 100 тысяч военных российских, для Путина это расходный материал. Абсолютно ничто не будет на это влиять. Но другой момент. Ведь потери увеличиваются с каждым новым днем, с каждым новым месяцем увеличиваются в разы. У нас несколько дней подряд с Креминой что-то происходит, какие-то постоянные хлопки. И там только за несколько дней порядка батальона. Больше 300 человек погибло. И огромное количество техники тоже там уничтожено. Так вот, это только Кременная. ...издание BBC, также российского издания «Медиазона». Особенно серьезные потери у России среди младших офицеров. Журналисты пришли к выводу, что именно представители младшего командного состава гибнут примерно в три раза чаще, чем их подопечные. И только за последние три недели точно погибло более 80 человек в звании от лейтенанта до капитана. В российской армии именно младшим офицерам приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из представителей вот этих сил неопытные, молодые звания лейтенанта они чаще всего получают в 21-22 года. Но уже тогда вынуждены решать, как именно добиться порой нереальных целей, поставленных российским командованием. И добавлю также, что за полгода российской агрессии против Украины армия Российской Федерации потеряла около 1900 элитных военных спецназовцев. Это специалисты Главного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, бывшие ГРУшники, так назывались. Это в том числе морские пехотинцы, это десантники, это военные пилоты. На подготовку этих людей уходили миллионы долларов, получается, просто в землю.